Мы ожидаем, что в 2021 году в нашем городе откроется кванториум. Немножко изменились условия открытия кванториумов. Если раньше было требование, что кванториум должен находиться в отдельно стоящем здании, то в рамках сегодняшней федеральной программы требование к открытию кванториумов – это база общеобразовательных школ. Именно поэтому мы сегодня находимся в восьмой школе, которую мы выбрали для открытия кванториума. Одна из самых крупных школ, не только по своим площадям, по своему оснащению, но и по количеству детей, обучающихся. Акванториум – это как отдельное учреждение дополнительного образования детей. И школа, помимо своих воспитанников, должна будет принять до 700 воспитанников соседних общеобразовательных школ детей нашего города. Поэтому уже сейчас, хотя и проект будет реализовываться в 2021 году, мы на это очень рассчитываем, нам уже сейчас следует начать эту подготовку. Потому что за счет средств федерального бюджета этот проект обеспечивает наличие приобретения оборудования для кванториума. Ну а за счет средств местного бюджета мы должны обеспечить подготовку, использование необходимого брендбука кванториума, то есть провести ремонтные работы. И те помещения, которые мы сегодня посмотрели, и которые мы отбираем для размещения кванториума, понять технологическую цепочку, где какие классы будут располагаться. Работать кванториум будет во вторую смену, поэтому ни в коем мере не будет мешать основным занятиям общеобразовательной школы. Поэтому нам сейчас уже необходимо начать готовить сметы, начать готовить учебные программы для того, чтобы в рабочем режиме в следующем году полностью выполнить поставленную перед нами задачу. Информационно-библиотечный центр. Поэтому помещения, в котором вы находитесь, и те ресурсы, которые есть, они будут дополнены медиаресурсами. Что такое медиа-центр? Здесь будут сосредоточены все медиаресурсы для образовательной, внеурочной деятельности, для не только технологического и естественно научного профиля, но и вообще для образовательной деятельности школы. Вот здесь будет промышленный дизайн квантум, а в соседней мастерской будет инженера квантум. Поэтому мы сейчас уже думаем, где нам найти специалиста-инженера, который как раз организует работу этих двух квантов. То есть инженера квантум и промышленный дизайн. Вот эти два квантума, они как два кванта, они как раз технологического направления. В бинете будет цифровая химическая лаборатория. То есть это кабинет химии. Здесь уже прекрасное оборудование, которое мы получили как пилоты по введению в гос. общего образования. И если здесь еще дополнить оборудование в рамках лаборатория, то вообще, я думаю, детям будет очень интересно. Для ориентации на те или иные профессии. Прежде всего на профессии естественно научного и технологического профиля. Это кабинет физики, где мы сейчас с вами рядом, в кабинет биологии. Вот в кабинете физики мы планируем организовать анаджио-квантум. То есть все, что связано с энергией. Энергия – это жизнь. Поэтому мы таким образом решили назад. А рядом в рекреации будет интерактивный квантоцентр. Ну, восьмая школа, она не случайно выбрана под обустройство школьного кванториума. Восьмая школа отличается еще очень хорошим кадровым составом. Мы предполагаем создание школьного кванториума, вернее, развитие на базе школьного кванториума двух направлений, естественно, научного и технологического. Такие кадры в восьмой школе есть. Но мы, естественно, в 2021 году планируем обучение и повышение квалификации кадрового состава школы номер 8. Для этого в Ивановском регионе у нас есть университет непрерывного образования. Мы очень рассчитываем на его помощь. Ну, мы об этом будем информировать вас в рабочем порядке.